МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации телерадиокомпании Гомель. В студии працу Александр Гамоля. Смотрите в этом выпуске. В обвинениях социально-экономического развития региона в минулом году и задачах на этот год сегодня йшла размова на посяжении Гомельского облвыконкама. Сегодня в Гомеле открылся 18-й областный конкурс науково-технической творчести «Техноинтеллект». В минулом году на территории области отбилось 470 ДТЗ. Морозы не затримаются надолго. Завтра в регионе снова ждет облига. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Сегодня на посяжении Гомельского облвыконкама обмеркованы выники социально-экономического развития региона в минулом году и вызначены задачи на этот год. Ця рода основных приоритетов – снижение вытворчих затрат, повеличение экспорта и рост реальной зарплаты. Олег Сентюров, ознайомимся с принятыми решениями. По великим рахункам выники минулого года – это та и основа, на которой будет развиваться экономика Гомельской области селитом. Некоторые параметры еще удокладняются, а где уже можно свержать. За 11 основных показчиков выконано 7. Тут есть на чем прорисовать местовым органам УЛАДы, а где можно констатовать и тот факт, что некоторые проблемы только на узороне в области не вырешить. Пескравый приклад – экспорт послух, амаль 80% при статорах запланованных, это пеш за все снижение объема пропомпования российской нафты про белорусский нафтопровод. Со снижением поставок российской сыровины связываются и проблемы в работе Мазевского нафтоперепроцовщего завода, что в свою очередь поуплывало на невыконание такого показчика, как валовый региональный продукт. Разом с ним сказать, что на местах робится усема, чем мы по культам самонелька. У принятой постановки значается недостатковая работа широкого райвыконкаму по экспорте товаров. По величине розничного товара обороту и росте реальной зарплаты тут некоторым державным предприемцам есть, чему получится у приватного сектора. Если говорить об объемах производства, они у них выросли на 8,2%, в отличие, скажем, от других предприятий. Там и уровень заработной платы уже на многих предприятиях в эквиваленте составляет 500 долларов. Сверху станучих моментов, которые свечут об стабилизации ситуации в реальном секторе экономики региона, снижение складских запасов. В минулом году этот показчик сказал около 30%, что удвоя меньше норматива. В 2015 году для поравнания на складах часто находились месячные объемы готовой продукции. Улику причин приобщения ситуации в первую очередь называются снижение вытворческих выдатков и, как следствие, повышение конкурентной должности. Сегодня эта ответственная работа повинна быть протягнута, это одна из главных задач для предприятий региона. Рынки перенасыщены, и поэтому чем дешевле будет производиться продукция, тем больше шансов ее реализовать как внутри республики, так и за пределами страны. Задачи те же – снижать затраты, увеличивать объемы производства конкурентоспособной продукции. Пытания нарушения экспорта сегодня актуальны и для агропромыслового комплекса. Значная частка проблемы сельскохозяйственной продукции накируется за межи Беларуси, что напрямую уплывая на наполнение с бюджетом. В связи с санкциями, у относенных до шерва перепространяющих предприемств, в оплошный час тут так само возникли пыльные проблемы. На их кончатковое выращение отводится максимум один месяц. Задача нам по экспорту 106%, она выполняется только в том случае, если будут раскрыты предприятия на Россию. Это Белсыр, это Рожжевский МКК и Калинка. Они сегодня прокрыты Российской Федерацией на экспорт. Но мы занимаемся, я думаю, что в течение января, конца февраля вопрос будет тоже решен. Продукции есть у нас, мы сейчас принимаем меры, чтобы по сырьевым зонам молоко перебрасываем на другие предприятия, которые проводят экспорт. Профсоюзы, молодцы ветераны, три громадские рухи Гомельщины в минулом году объеднали свои намагания в деле выращения огульных задач. И про сгод сегодня сустрелись ака по 200 выники и вызначить планы. Про их супрацовництво на конкретных прикладах расскажет Ганна Ковалева. Год тому в этой же зале было подписано первое погоднение об супрацовництве трех организаций Гомельщины – БРСМ, профсоюзных объединений и организации ветеранов. Про сход яны собрались, как проанализовать проведенную работу и скласть огульные планы на 2016 год. Это соглашение нас объединяет общей целью, которая направлена на социальную защиту пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны или лиц, приравненных к ним. Соглашение в области культуры, в области патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения. Обмен информацией и взаимное соединение, супрацовництва трех организаций вялось и до подписания погоднения. Документ же дозволил эту работу зарабить больше предметной. До приклада, в 2016-м профсоюзные организации агропромысловой сферы пришли на допомогу удельникам войны по опроцовуции огородов. Экскурсийные поездки, санаторный отпочинок – и это только частка социальной и материальной поддержки, которую профсоюз оказал ветеранам. Усягона гэта выдатковали больше, как 400 тысяч рублев. Профсоюзы оказали большое содействие, особенно в период наших отчетных выборов компаний. Профсоюз много оказал помощь в проведении как собраний, так и поощрений, так и привлечения культурно-массовой работе и жизни этих людей. И ветераны за это им говорят спасибо. В планах на 2017 год продолжить реализацию проекта «Цветы Великой Победы», открытый диалог, диалог поколений. И в апреле из ближайших планов 2017 года провести трём партнёрским организациям совместный месячник, сохраним памятные века по благоустройству, приведению в надлежащий порядок памятников, обелисков и захоронения времён Великой Отечественной войны. Гэта и широкий других планов на 2017 год стали основой нового походнения, которое подписали три баки. Ганна Ковалёва, Игорь Марышенко, телерадио-компания «Гомель». Сегодня у «Гомеля» открылся 18-й областный конкурс науково-технічной творчести наученцев «Техноинтеллект». На протягу двух дней ягоудельники будут презентовать распрацовки, зробленные с выкористанием сучасных технологий. Техничное конструирование, робототехника и интеллектуальные системы, а так само мультимедийные технологии, вылечальная техника. Вселета конкурс проводится по шести на керунках. Сярод ягоудельников – коля 150 навученцев агульно-эдукационных школ, гимназий, лицеев и колледжев, которые имеют схильности до науково-даселечной деятельности. При этом обращаю демонстрации распрацовок организаторы продугледили и теоретичный тур, подчас якого конкурсанты должны решить физические задачи с техничным зместом. Выники конкурса будут подведены завтра. Дипломанты отримают мягчимость стать членами областной команды и принятию дел у отповедных республиканских споборниц. 18 лет – это совершеннолетие, и мы очень рады, что совпало с Годом науки, потому что этот конкурс – это все-таки праздник науки нашей молодежи. Увеличивается количество участников нашего конкурса, он приобретает популярность, но при этом хочется отметить, что уровень работ с каждым годом становится все выше и выше. Один день беспеки дорожного руху пройдет завтра в Украине. Мероприемство проводится под девизом «Выконываем правила дорожного руху, попередживаем ДТЗ». Летость на территории Гомельской области отбылось 470 дорожно-транспортных здареньев. У их вынику загинули 96 человек. 487 отримали травмы разной ступени тяжкости. По вине водителя отбылось 381 ДТЗ. Пешеходы виноваты у 64. 57 ДТЗ учинены водителями у стаи алкогольного опьянения. Завтра по всей краине инспекторы ДАИ наведают працевные коллективы и установы адукации. Нагадают усим удельникам дорожного руху об их правах и обовязках, отказности за невыконание правилов. Повышенную увагу супрацевники ДАИ нададут юным удельникам дорожного руху. Морозы не затримаются надолго. Уже завтра в день знов чекается отлига. По информации областного гидрометцентра, на большей части территории пройдет снег и мокрый снег. На особных участках дорог заховается гололедеца. Температура поветра в нашей складе до минус 10 при прояснениях до 11 и 15 градусов мороза. У день слабкие термометра максимально вздымутся до плюс 2. На выходных ветер сменит на керунок на поудневый. Чекается туман, мокрый снег и дождь. Температура поветра от минус 3 до плюс 2. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.cvrgomil.by На этом выпуск завершен. У студии працавал Александр Гамоля. Усяго вам доброго и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин